Вся республика в этих ливнях, но тем не менее солнце опять выходит. Солнце этого ребятам. Спасибо вам огромное. Эти ребята заслужили свою минуту славы. Они доказали, что могут всё. Фестиваль безграничных талантов собирает участников из разных городов Татарстана. В этом году церемонию награждения было решено провести в нашем городе. Среди победителей много нижнекамцев. Здесь участники могут показать свою историю успеха в творчестве, спорте и профессии. В проекте могут принимать участие ребята от 14 до 35 лет. Эльвира Аскарова участвует в фестивале безграничных талантов впервые. Девушка на коляске, невзирая на трудности, смогла взять себя в руки. Пришла в инклюзивный арт-кластер «Рубаха» и начала танцевать. Она не победила, но очень гордится, что смогла принять участие. Номинация «Ритмитанса». Я первый раз участвую. И я очень рада, что не победила, но участвовала. Расскажите о своей истории. Как вы вообще к этому пришли? Ну, я пришла танцевать в «Рубаху» и так и стала танцевать. Танцую. Я с детства ходил, пел уж во время школы. Потом потихоньку-потихоньку на сцене выступал. И потом позвали сюда. Всего было 10 номинаций. Они охватывали все сферы жизни. Спорт, литературу, IT-технологии. Вы знаете, получение награды – это признание не только того, что ты лучший. Это признание того, что ты такой же, как все. Когда общество, люди принимают тебя таким, какой ты есть, с твоими знаниями, с твоими талантами. Ты такой же. И если вот когда эмоции в чем? Получив награду, ты начинаешь убеждать сам себя – я могу. Я могу быть лучше и завтра я сделаю еще лучше. Фестиваль продолжается и ищет новых победителей. Участие является бесплатным. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия. Денис Макаров, Евгений Лызаев. Новости НТР. Денис Макаров, Евгений Лызаев. Новости НТР.